Здравствуйте, дорогие городники! Сегодня я немного хочу в очередной раз поговорить об выращивании картофеля под сеном или соломой и о некоторых моментах, которые у меня довольно-таки часто спрашивают. А именно, момент первый. Когда мы посадили картофель и покрыли все это достаточно толстым слоем соломы или сена, у многих возникают опасения, сможет ли картофель пробиться сквозь солому или сено, особенно сквозь сено длинное. И многие городники спрашивают, сможет ли картофель пробиться сквозь сено или солому после того, как он начинает прорастать. И когда они видят такие вот как бы бугры из соломы или сена, они пытаются очистить, раздвинуть что ли, и очистить картофель именно от сена или соломы. Я раньше тоже пытался это делать, но понял, что это очень большая ошибка. Дело в том, что когда мы пытаемся, вот видите, вот этот косточек только прорастает сквозь как бы солому, и если я буду сейчас пытаться вот это вот все раздирать и отодвигать, то я поврежу очень много молодых листочков и побегов. Особенно это нельзя делать, когда еще только проростки растут. Вот что-то открывать, смотреть, надо спокойно ждать, он никуда не денется, он прорастет сквозь достаточно большой слой. Вот здесь вот я картофель более ранний и более пораньше чуть посадил. Это можно видеть, он прекрасно весь пророс, все, и все сено осталось внизу. И оно еще, когда вот именно как бы вспухает и прорастает картофель сквозь него, оно еще как вот как бы окучено получается. То есть оно удерживает потом ветки от полигания довольно-таки длительный срок. То есть не дает веткам, даже довольно-таки высоким, как бы лечь на землю. И чем дольше картофель стоит, тем лучше. Он должен, по крайней мере, стоя отсвести, а после этого максимально, что он может уже как бы там лечь. Это вот первый момент. Второй момент. Все много спрашивают, что делать после того, как мы вырастили картофель с сеном и соломой. Можно ли его заделать в почву? Конечно, его можно заделать в почву. Это будет очередная органика для как бы участка. И после этого, если особенно ранний картофель, после этого неплохо засеять сидираты. Но при этом обязательно сено или солому, то есть неплохо пролить бы каким-то М-препаратом. Хотя бы вот там, я это делаю там и КЧС добавлением. Можно делать это Байкалом и так далее. То есть недавно я снимал видео, как вообще размножить М-препараты. Больших, в огромных количествах получить. И достаточно, это будет недорого. Вот. И проливая сену или соломой, то есть мы еще быстрее, как бы чтобы оно быстрее, будем говорить, если мы его заделали в землю, то есть оно быстрее перегнило, что ли, переработалось именно бактериями. И именно дало тот эффект, который нам и необходим. Можно сено, когда в момент уборки, когда его мало, а вы довольно много постелили, и видите, вот как бы сухой слой, его частично убрать, как бы убрать куда-то под пленку, чтобы оно не намыкало, и использовать на следующий год. То есть я так тоже делаю, то есть, чтобы некоторые сены у меня используются по два года, то есть, а потом я уже как бы приобретаю где-то, достаю где-то новые, как бы соломы или сены. Вот такие вот основные моменты про выращивание картофеля под соломой, которые вот мне чаще всего задают. На этом сегодня все. До свидания. До скорых встреч.